Она живая еще? Привет-привет. Здарова, Артем. Ребята, это Артем. Вы уже знакомы. Мы собрались в горы. Будем искать медведей. Медведей. Как это будет происходить, не знаю. Заснимем, посмотрим, что из этого получится. Не знаю, остерегаться, бояться медведей. Но мы это преодолеем. Ты нож взял с собой? Нож, бензин возьмешь, чтобы больем медведя. И спичкну. И повис. Я, кстати, честно, я побаиваюсь, но я надеюсь встретить в этот раз медведя, потому что я уже столько снимаю видео и столько говорю о том, как их здесь много, пока еще ни одного не было, поэтому мне он прям нужен. Мы помчали, нам еще надо заехать в Реай. Будем по ходу что-то снимать. Будем показывать себя в основном. Кому не нравится, можете не смотреть. О, ребята, Урал. Светит, не видно его. Чувак с люлькой на Урале. Крутой такой аппарат и для путешествий. Светит, хорошая байка. Это не BMW, да? Урал, русский. Он выглядит как BMW. Да, это, в основном, русский версия. Да, после второго мира. Как это? Знаешь, это как ездить, как ездить на фантастическом треке. Как долго у вас есть на этот треке? Как долго у вас есть на этот треке? Да. Ну, шесть или семь лет. Да, не слишком долго. Но работа хорошо, да? Что это? Это работа хорошо. Да, по крайней мере. По крайней мере. Я, наверное, потратил около $2,500 на это в суток. Чтобы исправить это, но... Ну, понимаете... Да, это... Да. Они довольно достойные байки. Это круто. Они легко исправить. Да. Потому что это русский. Да, все частицы очень дорогие. Мне нравится эти сетки. Да, мне нравится это тоже. Да. Это комфортно, да? Нет? Нет? Нет, нет. Я могу использовать... Он получит много внимания, это точно. Где ты? Русский. Оригинальный. Да, мы живем в Бруклине, но оригинальный из России. Приехали в наш магазин. Удачи! Мы приехали в магазин. Мой любимый магазин. Просто чума-магазин. Не буду здесь надолго задерживаться. Мы приехали за едой. Кстати, вот мы взяли вот такую горелку универсальную. Она стоит 135 баксов. Но она была на сейле, и мы ее взяли за 110. Ну, плюс таксы, конечно. Да, вот она выглядит примерно так. Накачиваешь здесь. Здесь поджигаешь и горит пламя. Можно использовать керосин, бензин обычный, машинный и газ. Мы приехали сюда за едой. Вот она еда. Городать не будем. Ага. Смотри, есть чикен. Вот. Все что угодно. Есть beef with noodles. Да, я хочу макароны, чтобы там тоже были. Я тоже хочу чиз-макароны, да? Чикен паста. Свечей с панцикини. Сколько нам надо ее взять? Нам надо... Сегодня мы будем вечером кушать? Я бы хотел поесть. Просто я думаю, что если мы здесь возьмем, тогда нам дешевле будет, чем мы где-то остановимся и покушаем. Ну, цены, видите, восемь баксов, девять баксов, восемь баксов, восемь, девять, семь пятьдесят, семь пятьдесят. Вот здесь есть за четыре с половиной и шесть. А, тут слушай, даже можно себе взять омлет. То есть на двоих нам одного такого? Ну да, нам может на двоих его хватить. Мы шерли с Серегой на двоих. Ну мало не будет, да? Сейчас приедем, мы что-то съедим. Завтра мы позавтракать должны. Да, позавтракать. Пообедать и, наверное, поужинать. Нам еще тогда надо одну и еще одну. Да, давай на всякий случай две еще возьмем, чтобы на завтра хватило. Chicken mashed potato, beef strugan. Да, давай. Все, отлично. У нас есть вот такой bear spray. Так, чисто для справки. 44,95. Давай посмотрим. Вот, короче, нам сказали, что без этой штуки нас не пустят в парк. Ну да. Она твердая, да? Ну да, она твердая. Только что из магазина история такая, что мы взяли себе эту медвежью канистру, чтобы складывать туда еду и медведь ее не мог достать. Такие вот условия они ставят парковые служители по посещению этих мест. А девчонка, которая работала на кассе, сказала, что… 4 часа надо показывать, 40 минут. Ну, отлично. Что так как ты член, а я член этого магазина, я могу эту коробку вернуть. Мы решили ее купить, потом вернем, и она вроде бы даже не такая, как надо. Она должна не твистать, а должна как-то закрываться. Но на сайте сказано, вам нужна медвежья канистра. А какая она, там не сказано. Это Америка, поэтому мы будем давить на это, что описания не было, не было. Медвежья канистра на руках, на руках. Так что давайте и будьте добры нас пустить. В общем, мы все взяли, еду взяли. И нам ехать сколько, Артем, ты сказал? 4 часа 40 минут. Ну, к часу ночи должны приехать. Ну и нормально, че. Там темно. Тема, сдай чуть назад. Уйди с дороги. Уйди с дороги. Yeah, we're good. А слушай, ее всадили, да? Да. И она в куматозе, да? Она живая еще? Да, живая. Ну что мы сделаем? Да, тогда вот. Эй, малышка. Малышка. Может, оттену за шпирку? Да, руками не хочу. Да, я штатив возьму, попробую штативом отпихнуть. Может, подожди. Подержи камеру. Только сильно не стучи в начале. Я не собираюсь ее стучать. Я хочу ее... Привет, малая. Как дела? Что с колесенькой? Ой, сладкая моя. Давай-давай-давай с дорожки. Давай-давай-давай, хорошенькой. Давай-давай-давай. Давай, извини, моя хорошая. Давай-давай-давай. Аккуратно, машина. Ну мы сейчас ее берем. Давай-давай, давай. Давай-давай-давай родная, давай-давай. Маленька, это хорошо, вот сюда иди сюда. Вот здесь вот давай. Вот здесь вот отдыхай. Вот отдыхай здесь. Ну что, мы, в общем, лисицу оставили. Выживет, значит, выживет. Ну, а если не выживет, значит, судьба эта. Да есть шанс, конечно. Мы ей дали шанс. Холодно на улице. Нам осталось 36 минут и 26 миль. Вот она. Дикая природа уже началась. Жалко, такая холесенькая. Она даже на нас не рычала. В общем, мы приехали. Запарковались. Надо было заплатить деньги и взять этот паркинг. На это уже все завтра. Будем спать. Устали очень сильно. Все, до завтра. Спокойной ночи. Без камер-то нету. Доброго дня. Здорово, ребята. Мы продолжаем наше путешествие. Мы проснулись. Мы выспались. Мы не замерзли. Слава богу. Ночью было свежо. Сейчас нам надо собраться по-быстренькому. Собрать свои вещички. А место называется, ребята, Lake Place. Рядом, здесь недалеко. Это в каком году там Олимпийские игры? В тысячи какие-то 980 в каком-то. В шестом или восемьдесят в каком-то таком году. Ну, в общем, в каком-то махнатом году здесь были Олимпийские игры. Цена Олимпийская деревня недалеко. Здесь, наверное, по-прежнему тренируются американские. Тут бабслейные трассы и... Здесь трамплин есть такой большой. Да? Угу. В длину, когда прыгают. Угу. Он такой высокий. Тебе просто не передать. Это у них здесь стоят такие шелтеры. Люди здесь с палатками остаются, чтобы не привозить уже есть. А у чувака серьезная вроде, да, рация какая? Да, так я же говорю, когда сразу... Ну, он, наверное, на патруль, на волну патруль настроился. А, на рейнджера? Ну да, кемпинг-хост, кемпграунд-хост. А нам нужен центр. Мы хотим сейчас узнать, что нам с парковкой. Нам надо машину оставить. Так, может, здесь надо парковаться? Да. Хайкинг парк-инфоцентр. Пойдем, мы у них узнаем. Собачки все. Все хотят. Собачки. Общаться. О, смотри. Такие нельзя, что с ними происходит. Ребята, мы купили канистру. И вот, что здесь с ними происходит. 60 баксов. Нет, 80. Чего 80 баксов? Канистру стоит. И ее съедают. Да, надо узнавать, что у них тут. Если мы хотим пойти овернайт, нам нужна канистра. И у них, может быть, мы возьмем в этот бренд. Взяли канистру себе. Медвежую. Хайкинг. Вот такую каниструшку. Где вы будете кемпать? Да, Мерси. Мерси Дэм? Да. Окей. Тут надо даже вещи докладывать. Ну окей, я сейчас так... Канистру какой-то. Я догоню тогда тебя. Да если бы знали, мы бы вчера там запарковались бы и все. Когда бы это дядя Рейнджер нам постучался, он сказал, ну, смотри, это не кайф. Фу, ребята. Это кайф. Такое мелкое оно, да, кстати? Ага. Мы в Эдрандах. У нас тут БР Активити Зон. Вроде как мы разобрались. Плошьемы. Не запарковались там, где надо. Теперь придется ехать куда-то на дорогу, на обочине запарковаться. И надо гнать, мой. И надо гнать куда-то вглубь. Как в большой деревне. Каждому доброе утро делали. Стоит автопастуха, это называется как-то. Все под напряжением, чтобы не лазили. Слабо коснуться? Проверить какой там разряд. Ребята, если вы приедете хайкать Адерандекс, вот канистра светлая. Канистра неправильная. Вот канистра правильная. Только что мы там наснимали кучу видео про то, как эти канистры просто вскрытые, разгрызанные. Так что мишки их вскрывают и едят без особого труда. В общем, нам надо ехать сейчас из этого, да, как бы, аутсайд. Потому что, если бы мы знали, мы запарковались бы на правильной парковке. И там можно оставлять машины. Паркинг надо было сразу при въезде налево. Тем, сюда нам. Ну, в общем, паркуемся. Будем теперь знать, как это все работает. Апгрейдали Теме портфель. Сделали более туристический. Облегченный, упрощенный вариант. Впереди нас ждет 7,5 миль красивой живописной дорожки. А так пахнет лесом. Грибы растут какие-то. Поэтому собирать будем только те, которые знаем наверняка. Лисички и белые. Подъезжайте к месту. Вот это Велкам Адеранд. Адерандак Лодж. В этом домике есть конвертики. Вот здесь вот. Вот здесь конвертики. Берете бумажку, заполняете ее, бросаете внутрь. И берете талон для паркинга. Мы на трейле. У нас трасса номер 61 называется. И цвет ее синий. Будем ориентироваться, идти по знакам. Не сходить с тропинки. На развилках будем внимательнее выбирать направление движения. И не заблудимся. У нас есть карта. Если поедете сюда, обязательно имейте с собой карту. Потому что это упростит вашу жизнь. Надеяться на ваш телефон лучше не надо. Потому что нет сети. Он не ловит и ничего не грузит. И сложно будет посмотреть, где вы находитесь. Прикольно, что туалеты у них здесь компостные. У них выгребные ямы. Я вот только что зашел, там не воняет. Они ставят опилки внутри. Каждый человек после того, как он сходил, засыпает еще свое отработанное производство опилками. А потом они это все куда-то на удобрение. Очень мне нравится, как они организовывают вот эти здесь все места отдыха. Насколько здесь все ладненько. Они не разрушают здесь экосистему. Стараются ее сберечь максимально в первоначальном виде. Здесь водичка, если надо. Old Mercy Dump. Это наша первая проверочная точка. Если мы до нее дойдем, значит мы правильно идем. Ну вот эта станция, про которую я говорил. Желательно всегда это сделать. Особенно здесь. Тем, возьми, пожалуйста, камеру. Уъявляю вас. Сегодня какое? Девятая третья. Девятая третья. Вот тут уже раз, два, три. Мы третий идем. Записываем себя. Хотя, если вдруг мы потеряемся, они будут знать, где нас искать. Total number in the group 2. Чека вот нет. Место назначения у нас. Место называется Lake Colton. Они будут это делаться для того, чтобы, если что-то с вами случится, чтобы рейнджеры знали, где вас искать. Как-то могли сориентироваться. А когда мы будем уходить отсюда, мы себя выпишем. Рекомендую это делать тоже. Грибы. Вот они. Подосиновики, да? Возьми, сломай шляп. Подосиновики. Здесь нормально подосиновиков можно на грибки. Специалист на запах определяет белые грибы. Вердикт? Грибоганга. Нет. Белый гриб. Это точно белый гриб. Только срежь его, пожалуйста, если ты хочешь взять. Нож далеко-то не убирай. Да, сто процентов белый гриб. Это точно белый. Ну вот мы уже подходим к старой дамбе. Такая вот здесь речушечка течет из озера. Нам осталось где-то полмили до этой дамбы. И там еще мили четыре, наверное. Вот кто этот камень сюда притащил? Расскажи, пожалуйста. Мы пришли на Мерси Дамбу. Дамба Мерси. Здесь ребята готовят кушать. Классно. Супер. К краю не подходить, говорят. Озеро. Озеро. Я думал, здесь прямо озеро. А нам... Нам... Сейчас вот так где-то по этому хребту за тот хребет. И вот туда будем уходить. Вот мимо тех двух. Это большая гора у нас. А это Вайхайк, нет? Вот эта. Она у нас слева останется. Никакой рыбки здесь нету. Форельч не стоит. Keep out написано, Артем. На, раз вышел, поснимай там вот эту дамбу, деревяшечку. А пахнет деревом, да, таким старым? Да. Нам надо на ту сторону. Пойдем так? Сейчас пойдем по воде или полетим? Ребята, замолчали. Замолчали. Идем, молчим, дышим. Нормально все. Поднимаемся куда-то и поднимаемся. Валим прямо вверх. Что, жарко, да? Будешь снимать байку? Я ведь смотрю, да. О, да, зимой это пагубно. Сколько мы уже идем? Идем. Три с половиной часа. Три с половиной часа? Да. Еще час, наверное. Отлично. Дорога немножко загружена. Вот этот подъем такой тяжелый, крутоватый. Он прям изнасиловал меня. А он думает сейчас... А, прибежал-то. А, велосипед. Вон, смотри, вон, видишь, какая скала там? И эти все дрова, это... Сейчас выйду дальше, подсниму там сверху вершина. Это все лавины. Здесь лавина опасная зона. Но сейчас-то пофигу, потому что снега нет. А так зимой здесь, вон оттуда приходит этот снег с этими дровами. Но уже, да, ни капли не осталось запаха какого-то города и присутствия человека. Сейчас тепло, ветра нет, даже жарко становится очень. Такой прям летний-летний день хороший в лесу. Сейчас тут такая живописная начнется природа. Вертикальные стены. Вот здесь можно было бы попрактиковаться в скалолазании. Закинуться, закрепиться сверху. И вот здесь вот так вот. Оп-оп-оп. А как зайтись наверх? Закинуться. Обойти как-то надо было бы. Ну и мы продолжаем двигать дальше. Там где-нибудь еще сделаю включение у озера. Что? Я с тобой согласен. Крутой колею. Ой. Погнали, да? А чего? Ну и что, обгонят? А вот здесь зимой такие сосульки огромные висели. Конечно, хочется мне веревку привязаться и забраться по этой стенке наверх. Эй, медведь. Медведь, мишки, ау. А чем не медвежья страна? Я не знаю, где собака, сюда нельзя, наверное, идти. Почему можно? Как она будет здесь бегать к собакам? Она не перебит. Ну, такие вот, ты не видишь, прибежи. Вот, да, подходит собака. Дамы и господа. Лей Колден. Вуууууу. Еее. Как ты делаешь? Оу. А нам надо... Вон туда. надо будет пройти здесь все это ущелье вдоль стены или он есть лодки мы можем взять лодку артём вода прозрачная прозрачная если пойдешь сюда ко мне иди поверху по этим балкам потому что вот это топь ты промокнешь если идти то по этим да вот на это вот сюда ко мне вот по ним по ним и сюда к пню не-не-не тут вода тоже будет тебе вот а ну окей круто да просто сказочный маленький мир нам идти еще вон до той горы пик такой посередине высокий на 12 ну туда в подножье ее с правой стороны такой непростой здесь подъем вдоль этого ущелья вдоль этого озера так что если соберетесь будьте готовы вам жесть короче дорожка такая непростая просто капец трасса требует неких все-таки навыков простых хотя можно и простым людям пройти если они физически да хорошо подготовлены у них сильные ноги потому что на протяжении часа вот виляет среди таких камней влево вправо вниз вверх имея еще с собой сумку наверно не просто ну да нелегкую снег ну смотря на сколько люди приехали сюда ну и вот мы прошли чуть меньше половины первого озера там ждет нас еще второе озеро мимо дома егеря рейнджера точнее но мне очень нравится вот эти приятные милые ступеньки лежащие на этих огромных камнях конечно добавляет живописи живописи добавляет осторожненько пожалуйста это как дорога смерти в китай только она очень высоко там расположен но также идет знаешь пару рядов каких-то там железяк или деревяшек и они идут пристегнуты к стенке в держась за цепи что пока армия я думал карму очищаешь по такой трассе с портфелем нет нормально пока еще наверное на полчаса хватит но мы вот на эту гору можем подняться не на эту она следующую там на высокую не давай в лагерь в лагерь поедим разобьем повесим там гамаки чем сделаем прийти в ночь и в ночь ничего это не делать самим потемках здесь есть дом рейнджер случае чего можно прибежать просить его помощь сейчас мы придем и будем отдыхать нормально чуть-чуть осталось артем осталось прям фини ну и все ребята мы на месте мы добрались мы чемпионы устал я устал у меня спина болит шли сколько мы шли 7 почти 8 миль а шли почти пять часов четыре с половиной часа сейчас мы здесь по быстренькому развешиваем свои гамачки перекусим и отправимся в путь ну и вот наш лагерь уже почти готов у меня а 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 Дай, пожалуйста, старайтесь. Дай, пожалуйста, старайтесь. И наберем воды. Закипятим ее и будет нормально. Я думаю, что не отравимся, а если отравимся, то вы об этом узнаете и больше так делать не будете. Так что сейчас готовимся к обеду, потому что с вчерашнего дня, кроме этих батончиков, бадов, мы ничего не кушали. Вот так выглядит наш лагерь со стороны. По мне так идеально, просто шикарно выглядит. Здесь мы будем, здесь наша кухня определили. Вот наша конструкция плиты. У нас здесь баллончик с бензином, горелочка. И мы ее обернули такой фольгой, чтобы больше жара создавалась. Вот наша кухня, простая кухня, которой здесь можно пользоваться, потому что костры здесь сжечь запрещено. Вода закипела, и мы... Артем, покажи, как это выглядит. У Темы слишком много воды оказалось. Заливаем. О, нихрена, там целая курица, что ли? Да, и курица вообще получилась. Надо размешать хорошо. Артем, не выливай воду, она же распухнет еще. Вот такие дорогие бомж-пакеты. Артем делает заначку нам на вечер. Мы собираемся пойти сейчас подняться на Колден Маунтин. Сегодня мы хотим пойти на этот Колден Маунтин. Сделать там чаю, приготовить себе ужин, почивать, проводить закат, солнышко. Оно уже садится, я думаю, у нас есть полтора часа, чтобы подняться на гору. Мы налегке, и думаю, что мы это успеем сделать. Будем возвращаться в Потемках. Ты можешь мне забросить бутылки в сумку, если найдешь там место. Куда? Ну, не знаю, в большой карман там. А в маленький? В маленький там у меня бат и фонарик. Фонарик. Мы продолжаем наслаждаться нашим маленьким путешествием. Этой тишиной и лечим свои нервы. У меня еще до сих пор, ну, вчера, не знаю, как сегодня ночью будет, но вчера у меня, когда я лег спать в ушах, наверное, ездили машины, говорили люди. Так было тихо, что я слышал в своих мозгах это все. И поэтому думаю, это как-то ненормально. Надо почаще выбираться куда-нибудь в лес, куда-нибудь подальше от города, релаксировать, слушать тишину. Мы подвесили портфели. БР-канистр мы убрали тоже подальше, 30 метров от лагеря. Это наши хамаки. Сегодня мы здесь будем проводить ночь. Это, конечно, вы увидите все дальше. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок, речка, небо голубой. Это все мое, родной. 0,8 мили. Нам надо мочить вверх. Такой нормальный в градусов 50 подъем. Но я думаю, это того будет стоить. Поднимемся. Покажем красоту. Там просто немыслимые сложности. Фу. Трасса красного цвета. Артем, поверху иди. Не скользко. Я тебе говорю, я там еле поднялся. Там ты еще по краю здесь будешь идти. Пусть, пусть, пусть. Ну вот тем самым и объясняет, что лучше... На красную трассу пошли. А? На самую сложную трассу. А у нас других здесь рядом нет. Надо было мне сообщить, Илюха. Откуда же я знал? Я первый раз сам об этом знаю. Я бы остался. Остался бы? Одного бы меня бросил. Вот это как бы каждый раз свои вот эти... Ну, остались какая-то. Ну, сейчас мы поднимемся еще чуть-чуть. Там будет вид какой-нибудь. Заснимем, да пойдем обратно. Да, я как бы не говорю, что я тут супер турист, но... Вот это вот трасса, ребят. Вот это вот камни вверх. Это типа трассы. Чтобы было понятно, какой уклон. Вон Артем снизу поднимается. И видно, какой этот низ. А впереди нас ждут голые скалы. О, хорошо. Кто-то еще поднимается за нами. Интересно, насколько вот это наклонившееся дерево трухлявое? Нет, какое-то оно непрочное. А так бы по нему туда выйти, на край сосны. Селфи забомбить такое нехило. Ну вот это нам туда. Ладно, снимать и подниматься не очень удобно. Драйв, да, такой? Просто сумасшедший. Пошли, пошли, пошли. Солнце еще высоко. Не, ну тут уже, мне кажется, больше 50 градусов угол подъема. Короче, нет слов. Просто идем и дышим. Отрабатываем. Пропущенные тренировки. Прохалявленное лето. И съеденные пирожки. У кого что было. Но я вот вижу. Сквозь ветки деревьев. Красота просто сумасшедшая. Это того стоит. Еще сегодня погода чудесная. Артем. Расскажи, что ты все об этом думаешь. Да, что думать. Трудно это все. Мне лично это трудно. Мне тоже трудно. Так что. Ну смотри, уже почти наверху. Да, но еще ждет дорога вниз. Если здесь упасть, все. И потом кладутся... Ну, как бы, слушай. Я думаю наперед. Еще ладно, когда ты идешь по тропинке ночью, это одно. А когда ты вот по этой штуке будешь спускаться, Если ты думаешь, что это легко будет, я думаю, что нет. Тут даже ускориться нельзя будет, потому что можешь улететь сразу же. Не, ну а что ускоряться. Пойдем вон, держись за деревья. И спускайся, ноги ставь и ставь. Ну все, давай, последний рывок. 15 минут, если до вершины не доходим, идем вниз. Да. Как не печально это говорить, но солнце садится. Артем, конечно, прав, что... Да, чуть дополнить, как бы, мы придем в темноту уже. Еще надо все придем, чайка попить, отдохнуть, расслабиться, посидеть немножко. И потом сразу я усну, как суслик, ладно, погнали. Да, там так красиво, горы торчат, поросшие леса. Да, это очень тяжело. Без всяких там прелюдий и сказок. Очень крутой подъем, я такого не ожидал. Мы ходили зимой на Мерси, вот здесь вот рядом тоже. Она выше, она здесь самая большая, но на нее не так трудно подниматься. На Колман оказалось намного страшней, сложнее. Так что будем пробовать закончить маршрут и идти вниз. Арктикалпел, плейнен зон. Горько! Ну это все, да? Спасибо, Арсен, ты настоящий товарищ. Тихо! Обалдеть! Вон наше озеро. Здесь так красиво. Победа, ребят. Победа. Сейчас отдохнем здесь чуть-чуть, чайку попьем и пойдем вниз. А быть орлом, вот так вот отбежаться сейчас и над этим лесом, и туда к воде сесть. Круто было бы, да? Ну жалко, мы мерлы, даже не выродли. Вон мертвый. Вон та камин. А вон какое-то озеро и все. А вон Элк плейд. Чуть не лишили себе еще такого удовольствия. Гората не закончилась. Вон балкон. Здесь. Давай, все. Погнали, 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 погнали. Осторожно, тут такая дыра какая-то. Это видео я посвящаю тебе, Артем, герою моего дня. Ну ты, несмотря ни на что, решился добить эту трассу до конца. О, еще какая-то расщелина. Двадцать минут осталось до дохода. Окажется, вот так, вот раз-два, вон на те камни и пошел по ним спокойно. Все, наша прогулка закончилась на сегодня. Мы идем вниз. И не знаю уж, в лагере будем что-то снимать, не будем. Тем, дойдем, а не дойдем? Дойдем. Ну все, тогда мы погнали, пожелайте нам удачи. Мы спустились, мы живы, все у нас хорошо. У нас уже наступила ночь, и мы здесь на речке чутка приняли душ речной. И у нас есть вот такой вот гаджет, интересный тоже. Можно приобрести за 65 баксов. Бутылка не считается, любая бутылка с большим горлышком накручивается сюда. А здесь фильтр. Поднял, затянул воду, опустил, и она попадает в бутылку. И здесь вот у нас такой шланчик. Здесь берется и происходит забор воды по трубке. Через помпу проходит фильтрацию и попадает в бутылку. Уже чистая вода, готовая к употреблению. А еще у нас здесь есть раки, и Артем предлагает приготовить из них ужин. Сейчас я найду хоть одного, покажу речные раки. Вон он, вон он ползает. Сейчас я вам его покажу. И в принципе их здесь немало. Вон, о, нифига их сколько здесь. Три сидит. Можно вот таких наловить креветочек. В принципе, если с 20 вы их насобираете. Но если вас очень приперло и нечего есть, вот в речках можно поискать таких раков и съесть их. Ну что, Тём, а ты до конца уже хочешь добить? Наша кухня. Наш ужин. Что мы сегодня кушаем? Макароны с сыром. На ужин у нас макароны с сыром. И мы пользуемся нашей новой горелочкой. Очень маленькая, очень легкая, экономичная и очень удобная. Мы следим в стороне от нашего кемпинга. Потому что после семи кушать нельзя. Готовить нельзя. Из-за того, что здесь бродят дикие животные. Мы их пока не встретили. К сожалению, это или к радость. Конечно, к сожалению, что не запечатлили на камеру. Но к радости то, что не приходится с ними как-то находить общий язык и делить эту территорию. Ты живой? Пошли кушать. Девять часов. Восемь. А? Восемь, врешь. Ну что, что? А? Так сразу быстро. Что так сразу быстро? Ты же ранее птаха. Тём, пошли кушать, там всё готово. Нет, там всё уже заварено, там уже всё готово. Прямо вообще готово. Ну всё, давай тогда, я тебя там жду, на нашем месте. Машу, здесь я с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот закончилось наше грандиозное путешествие. И мы летим обратно домой. Портфели легче не стали, поэтому дорога домой легче не будет. Есть только мораль. Знать, что там тебя ждет машина, в которую ты сядешь, и она тебя повезет в родимые края. Но классно сходили, классно погуляли. Ночь была отличная. Чуть-чуть прохладно, но не смертельно, не замерзли, но было свежо. И нас ждет обратные четыре с половиной часа, если мы будем идти таким же темпом, как шли сюда. И отличные виды, которые вы уже видели. Но если вдруг я что-то там замечу под другим углом, обязательно подсниму и покажу это еще раз. Ну все тогда. Путешествуйте, изучайте, развивайтесь. Будьте сами собой. Не стесняйтесь этого, это нормально. Мы все люди со своими тараканами. Будьте добрее к друг другу, терпимее. И удачи вам. До новых встреч. Пока.